Дэн Браун Дэн Браун писал этот роман 4 года И он не просто пишет и выдумывает, сидя в кабинете Он путешествует по этим местам Он едет искать эти достопримечательности, архитектурные сооружения Он гуляет по ним, он их описывает себе в книгу Он разговаривает с сотрудниками этих объектов И ему открывают тайны этих сооружений Это все попадает в книгу, буквально все И именно поэтому мы себе очень живо представляем все, что происходит Где это происходит То есть картинка сама рисуется в голове Гарвардский профессор Роберт Лэндон Приезжает как приглашенный гость На мероприятие Организованное его другом, его бывшим студентом Миллиардером, футурологом Киршем Действие происходит в Испании, в городке Бильбао Во всемирно известном сверхсовременном музее Гугенхейма Это мероприятие, о котором идет речь в книге Это открытие футуролога Эдмонда Кирша О том, откуда мы пришли и куда мы идем То есть откуда жизнь человеческая взяла свое начало Об этом мы знаем, что до сих пор спорят ученые И не только ученые Ну и собственно, куда мы идем, что нас ждет в будущем Думаешь, ну неужели на такие вопросы можно найти ответы? Да, можно И Эдмонд Кирш открывает нам всем на это глаза Все в книге очень запутано Все очень завязано И когда в итоге хочется Ну ты знаешь, уже вот-вот, ну уже вот Сейчас я все узнаю Нет, там опять новые приключения То есть она держит очень долго И до конца держит книга Я немножко начала догадываться перед самым финалом О том, что же в нас ждет И мыслей было миллион Одна из них оказалась, конечно, правдой Но все равно это было такой вкусной конфеткой в конце Финал будет очень неожиданный Он будет непредсказуемый Я читала эту книгу и днем, и ночью Ночью, как обычно, сейчас еще глава и все Потом еще две, ну все, и я закончила Ну так в итоге до утра и доходило Поэтому, конечно, когда вот книга заканчивается Начинается какое-то такое состояние нехватки чего-то вот этого вкусного Я, садясь за книгу, за любую Никогда не жду, что она меня чему-то научит Я жду, что она меня от чего-то отвлечет Что она меня окунет в другой мир Мир неизвестный мне Познавать, наверное, что-то новое всегда интересно При том, что эта книга поможет отыскать новые места Те, в которых, может быть, мы никогда не были А, возможно, никогда не будем Но она поможет посмотреть на этот мир Немножко с другой стороны И, наверное, это и есть изюминка Дэна Брауна Лэндон повернулся лицом к выходу из тоннеля Шаги приближались, становились все громче И, наконец, из тоннеля появился человек Невысокий, худой, бледный С горящими глазами, с непослушной копной черных волос на голове Великий Эдмонд Кирш умеет себя подать Да, как говорится, второго шанса произвести первое впечатление не будет Улыбнулся Кирш Приветствую, Роберт Спасибо, что пришел Дэн Браун Книга происхождения Рекомендую Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин